Итоги матча Торпеда Нижнего Северска-Москва подводим с главным тренером команды гостей Сергеем Екатериевичем Федоровым. Полноценный большой комментарий переделал сначала, а потом ответил на вопрос. Ну, в принципе, первые два периода было небольшого преимущества Торпеда, потом мы сумели забить важный гол на третий период. В принципе, играли, настраивались, в принципе, правильно. Ничего не предвещало такого события. Ну, пропустили второй ненужный гол в конце третьего периода. Мы знаем, почему так случилось. Вот, ребятам подскажем, завтра какое-то собрание будет. А так, очень быстрая игра, настраивали команду на быстрые действия соперника. В общем-то, можно еще добавить, что реализовывая свои моменты, есть, конечно, больше кислорода на другие какие-то действия. Ну, получилось так, как получилось. Поэтому, что-то сказать, ребята точно старались, по самоотдаче претензий нет. Но где-то чуть погиб, чем мы могли, конечно, сыграть в этом плане. Вот. Ну, а так, Торпеда с победой. Мы готовимся дальше. У нас Питер, следующая игра. Поэтому не бывает хуже. Без добра, надеюсь. Спасибо. Прекольный вопрос. Сергей Викторович, в последних двух играх команда, как мне кажется, играет правильные шайбы, как говорится, и без. Но заброшено всего две шайбы, и оба гола защитники сделали. Почему нападающие молчат? Ну, в принципе, хороший вопрос. С Динамо мы забили, нападающий закрыл вратаря. Сегодня защитник забил. Как мы просим ребят подключаться. Нападающий отдал хороший пас. В общем-то, такие командные голы в последних двух играх. Но у нападающих есть моменты, и, конечно же, они должны четко понимать, что моменты нужно забивать. Момент, он на секунду момент. То есть, ты забиваешь, и никто уже этого не помнит. Поэтому уделим этому моменту, конечно, огромное внимание. Все начинается с тренировки, в моем понимании. Об этом мы говорим не вчера, не сегодня, неделю назад. Это последнюю, так сказать, вторую половину чемпионата. О том, что в тренировках надо забивать, не просто бросать эту шагу. К сожалению, не так много тренировочных процессов. Но, тем не менее, ребят настаиваем на поражение цели. И заодно это приносит большую пользу нашим вратарям. Если в тренировке наши ребята правильно используют свои возможности и свои броски, тренируя нашего вратаря. Поэтому моменты есть. Я думаю, голы появятся. Конечно, бы хотелось, чтобы они были и в прошлой игре, и в этой. Но пока не получается. Я понял, в прошлой игре Тахир Молгачев получил побеждения. В списках травмирования его нет. Судя по всему, там такого ничего серьезного. Ну, первые, наверное, 48 часов, да, серьезное все было. Но, я так понял, организм усваивался с задачей. Сейчас травма, можно назвать, более-менее ближе к легкой травме. Такое, легкое состояние. Спасибо. И последний короткий вопрос. Владислава Проганова сегодня не было. Это ротации или какие-то другие вещи? Ну, или ротации, или дали отдохнуть. Одно из двух. В принципе, у нас отдыхал Фредди, потом Ярослав отдыхал. Сегодня дали глазом. Пожалуйста, Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Плакон, Волга. Один вопрос. Гигантский процент брака, как у ЦСКА, как это такое? В чем причина, как вы думаете? Брака чего? Ну, всего. Передачи, вот эти вот. Ну, при определенном давлении оно оказывалось обеими командами очень выгодным. Достаточно сильно. Вот. Нападающие работали очень хорошо. Плюс две быстрые команды, наверное, играли сегодня. Поэтому не всегда все получалось. И мы накрывали нападающих торпедой, и нас накрывали достаточно хорошо. Вот. Это, в принципе, стиль команды торпеды, особенно в атаке. Даже при построении они пытались по очередной выходящим играть и добить наших защитников. Поэтому игра быстрая. Распорядиться Шаевой нужно какие-то доли, секунды. Мы своих ребят настраиваем, чтобы до подпора Шаевой уже было решение, что с ней делать. Поэтому, наверное, быстроты игры, отвечая банально на ваш вопрос, и быстроты передвижения хоккеистов на ду. Добрый вечер, Сергей Юрьевич. Добрый вечер. Алексей Шуевцов, КХЛ. Скажите, я правильно услышал, что вы сказали, что в первом-втором периоде торпеда имела преимущество? В первом. В первом периоде торпеда имела преимущество. Хотя по броскам было 18.5 в поле ЦСКА и показал, что технологии ЦСКА было преимущество. Да, но вы знаете, что как бы статистика, она есть, но на мой взгляд, мы не вошли в игру как торпед в первом периоде. Во втором, да, мы забили, по-моему, в меньшинстве. Но, тем не менее, инициатива была, все-таки, на мой взгляд, со скамейки запасных, все-таки ближе к нашей, так сказать, команде. Почему? Потому что у нас было несколько удалений, но торпеда не смогла даже войти в зону где-то, какие-то моменты и создать, и сыграть на этом. Поэтому мы не просто так забили этот гол. В связи с активными действиями нам удалось это сделать. Поэтому чисто в моей оценке. То есть, если бы тоже можно сказать, что меньшинство – это тот элемент, который сегодня порадовал? Мы действовали активно, и, как я помню и понимаю, в принципе, ребята сработали так, как мы их просили. А, и что касается, опять же, статистики по броскам, по воротам, в предыдущие три матча вы неизменно сопернику проигрывали в этом компоненте. У торпеды выиграли с преимуществом с огромным, как и в матче в Москве. И тот матч проиграли, и этот матч проиграли. Их можно сравнивать? И что об этом скажете? Ну, мы основное время с «Динамо» закончили 1-1. Выпустили ненужный гол на пересменке. У нас был старший нападающий. Но гол есть гол. В принципе, буллиты... Для меня это неинтересно, в общем. По буллитам мы проиграли, совершенно верно. Но по матчу, я считаю, мы достаточно неплохо провели третий период. Хотя, «Динамо», в принципе, имела преимущество и убегала в атаку несколько раз, если я правильно помню. И задал момент 2-1, что такое 3-2. Сегодня немножко, конечно, другой матч, другой соперник. Но, тем не менее, непохожие игры точно. Непохожие игры. Сегодня, на мой взгляд, надо было намного больше качественных моментов забить шагу. Но «Братанин» плохо сыграл «Торпеда». Поэтому пока результат. И в том матче, в том матче. Среди ключевых корпуса был главным. Не матч с «Динамо», а матч с «Торпеда» в Москве, который был в цельском регламе. А, с «Торпедом». С «Торпедом», да. И там как раз последних минутах 2 гола пропустили. Честно, по-моему, если я не ошибаюсь, третий гол был несчастный случай. С «Обрасывал». Да, с «Обрасыванием». Наш центральный как бы выиграл шайбу. Мне так показалось, даже по видеоразбору, что наши защитники не были готовы к принятию каких-то решений. Там несколько отскоков, она зашла от ворота. Ну, а «Четвертый гол», по-моему, в пустые ворота, в пустые ворота, да, забили. Тоже матч был достаточно хороший. Мы не сыграли концовку третьего периода, по-моему, если не ошибаюсь. И такой ненужный гол пропустили. И второй, и третий. И что касается ваших слов после предыдущего матча, когда вы сказали, что если вы попадаете в ТОП-6, он должен показывать результат. Не показывать, а делать. Да, делать результат, да, собственно говоря. Но при этом у вас первый ТОП-6 не меняется уже, по-моему, много матчей. И сегодня в том числе. Означает ли вы это, что вы в большом кредит доверии у них, или просто поставить туда некого больше? Да нет. Вы знаете, на моменте иногда игроки устают, или не совсем пополняют те обязанности, которые нужны для игры первых, кто у звенек. Маленькая ротация там есть, конечно, но, как вы правильно заметили, кредит доверия обязательно, конечно. Ребята сыграны, давно вместе играют. У меня нет вопросов к тому, что они могут делать результат. На данный сегмент, на данный какой-то период времени не получается у них этого. Хотя, опять же, есть все предпосылки, но завершения, к сожалению, пока нет. И что касается положения в турнире на таблице, вас насколько радует вот эта плотность со второго по 5-места, что там уступают на пятки? Это, наверное, подстегивает игроков и команду? Я не думаю, что ребята сильно зациклены на этих моментах. У них достаточно информации вообще другого плана, как правильно играть, и как правильно готовиться, наверное, к играм. Может, иногда они смогут по таблице, но лично меня, как тренера, ну, это хорошо для болельщиков, для больших тех команд, которые идут прямо рядом. Мы понимаем, я понимаю, мы проигрываем иногда игры, которые опять же мы были выиграть, например, с автомобилистом. Когда мы играли в Екатеринбурге, опять у нас не сложился третий период. Вот, и еще несколько игр, которые, в принципе, для нашей команды не должно быть проблем. Поэтому здесь проблемы игры все 60 лет. Вот, с чем это связано? Ну, плюс-минус я понимаю, догадываюсь. Ну, наверное, на данный момент не готов победить СССР. Можно ли сказать, что, в принципе, если СССР по итогам регулярного чемпионата займет четвертое или, может быть, даже пятое место, то, в принципе, это не станет трагедией. Главная цель Куба Гагарина – защитить свой титул. Защитить титул – громкие слова. Будем отталкиваться от повседневного нашего житья, бытия. Четвертое, пятое, седьмое. Главное будет восьмерки, наверное. Вот. На мой взгляд, достаточно удачно. Мы, можно сказать, хорошо играем ключевые, на наш взгляд, наверное, матчи. Вот. Ребята мобилизуются полностью и есть определенный уровень борьбы, настроя, который нам позволяет играть против хороших, очень хороших команд, достойных. Вот. Ну, вы знаете, разные команды, разные соперники, разные уровни игры. В общем-то, в общем-то, лично я доволен, как наша команда играет без шайбы. Как выше было сказано, и шайбой. Но, опять же, именно быть позлее на момент по увереннее шайбы, особенно в зоне атаки, пока этого не хватает. Последний вопрос, поджимаем очень короткий ответ. Следующий матч, безусловно, ключевой. Один из них, хороший соперник, нам пока в этом сезоне доить матча против СКА, но об этом чуть позже. Спасибо большое. Пожалуйста. Коллеги, больше нет вопросов? Спасибо. Спасибо. Веземно.